Библейский портал экзегет.ру представляет 44 глава книги пророка Исаии. Я читаю свой перевод для портала экзегет. Я Андрей Десницкий и даю небольшие комментарии. 43 закончилась на такой немножко печальной ноте, но 44 на самом деле продолжение этого разговора. 43 посвящена отношениям Израиля и Бога. 44 соответственно о том, что с этими отношениями будет сейчас. Вот завершается 43 тем, что все разрушено. Израиль предан заклятию и поруганию, разрушено святилище. Но при этом вообще вся тональность этой книги, она очень такая светлая. Говорится о том, что новое будет возрождение, о том, что Господь вернет израильтян туда, где они прежде были, что все возродится. Но как это произойдет, вот 44 об этом чуть более подробно говорит. «А теперь послушай меня, мой отрок Иаков, Израиль, избранник мой. Так говорит Господь твой Творец, создавший тебя от чрева твой помощник». И постоянно подчеркивается, что Израиль и Иаков — это такое дитя Бога и одновременно его творение. Поэтому Богу и небезразлично все, что с ним происходит. «Не бойся, отрок мой Иаков, Ешурон, избранник мой. Ешурон» — такое слово, которое такой четкой темологии не имеет, но еще одно из названий иногда переводится как «возлюбленный». Но, может быть, не очень точный перевод, не единственный. «Я пролью воду на сухую землю, потоками напою пустыню. Я пролью дух мой на твое племя. Благословение мое на твое потомство. Будут они произрастать, как трава, словно ивы при водных потоках. Вот вновь и вновь вода — это образ благодати, образ того, что Господь сделает для Израиля, но и действительно в засушливой местности, какой является почти весь Ближний Восток. Это то, что очень-очень нужно. «Этот скажет, я Господень, а тот назовется именем Иакова, а третий поставит на себя, на своей руке знак «Господень имя Израиля будет носить». То есть здесь они, как его домашние какие-то рабы даже, несут на себе его знаки, называют себя этими словами. И вот подчеркивается, насколько тесна и близка эта связь. «Вот что говорит Господь, Царь Израиля и Избавитель, Господь воинств. Я первый, я последний, и нет Бога, кроме меня. Кто подобен мне, пусть слух об этом заявит, пусть он мне по порядку расскажет, как устроил я народ древний, или пусть мне грядущие расскажут заранее о будущем, объявят». Это постоянная тема, что Господь отличается от идолов ровно тем, в первую очередь, что заметно людям, что он в состоянии описать прошлое и предсказать будущее, что история имеет свой смысл. Очень часто мы над этим задумываемся, что есть исторический процесс, какое-то мельтешение событий, игра случая или сумма, которая производится от воздействия разных людей на исторический процесс. «Каждый тянет в свою сторону, лебед, рак и щука». Ну вот куда-то они же вытянут в итоге. Здесь постоянно вот это богословие истории. «Я объяснил то, что было, я говорю о том, что будет». И одновременно это рождается в диалоге. Будущее не предопределено, будущее не есть некая программа телевидения. Заранее написали, что покажут. Это то, что развивается в отношениях Бога, Его народа, и, в общем-то, Бога и всего человечества. Не бойтесь и не страшитесь. «Я издавна вам возвестил и предсказал, вы сами тому свидетели». То есть человек призван и народ призван стать активным участником этой истории, ее сотворцом, соработником Бога. Осмысленно, не просто по какому-то приказу «иди туда, делай это», а вот понимая, что происходило, что может произойти, где его место в этом всем. «Есть ли Бог, кроме меня?» «Есть ли другая твердыня?» «Такое не знаю». «Кто делает идолов ничтожно, что желанное им, то без пользы. Их свидетелей не видят и не знают, потому и ждет их позор». Ну, это вот постоянная тема. И я напомню, что Вавилонский плен. Вавилон — это центр довольно крупной тогдашней цивилизации, конечно, центр языческий. И, собственно, те люди, к которым обращаются здесь, пророк, они этих идолов видят каждый день, в том числе мастерские по их изготовлению и всевозможные процессии, которые великолепны, конечно. Ворота Иштер, вот в Берлинском музее, можно их наблюдать. Мне это однажды довелось, это совершенно поражает. А ведь это малая часть той огромной улицы процессий, по которой ходили вот все эти вавилонские жрецы вместе со своим народом. И вот там бесконечное количество этих разных священных изображений. И вот объявить их ничтожными? Ну, знаете, все равно, что в Париже там на Шан-Зелезе и пройтись и сказать, это все полная ерунда, вот у нас в деревне гораздо круче коровник стоит. Вот, наверное, так воспринимались эти слова. Но, конечно же, речь идет не о том, что эти идолы некрасивы или малоценны. Кстати, тут много раз пророк признает, что они сделаны крепко и что они сделаны хорошо ювелирами, литейщиками, кузнецами и прочими мастерами. А вот именно то, что в этом нет смысла. В том, что вот идолы эти не видят, не знают, потому ждет их позор. Кто делает Бога, идола отливают. Да все бестолку. И его ждет позор и все, кто с ним заодно. Те ремесленники сами из людей. Пусть все они соберутся, встанут рядом. Пусть ужаснутся и опозорятся разом. Кузнец из железа выкует топор, сработает его на углях раскаленных, молотком придаст ему форму, потрудится изо всех сил, проголодается и устанет. От жажды из не может. Плотник линию проведет, острием наметит очертания, вырежет резцом и обточит. Сделает образ человека-красавца, чтобы поселить его в доме. Есть вариант поставить его в святилище. Вот такая очень яркая, интересная картина ремесленных работ. При этом начинается с топора. Топор — это хорошая вещь, полезная. А вот плотник уже статую изготавливает. Рубит он себе кедр, выбирает дубы и кипарисы, дает им вырасти в лесу или сажает сосну, чтобы росла под дождями. Смотрите, дерева разного сорта. Кедр вообще самое дорогое, сосна самая дешевая до сих пор. И вот он занимается разведением этих деревьев, выбирает их аккуратно. Какой сложный, многотрудный процесс. Что-то на топливо идет человеку. Возьмет немного, чтобы развести огонь, согреться и хлеба испечь. А из остального сделает Бога и поклонится. Вытешит из стукана и падет пред ним. Половину дров пустит на костер. На этой половине зажарит мясо. Вот насытится, он согреется и скажет, ага, мне тепло, я смотрю на огонь. Такая прям вот совсем бытовая зарисовка. Мы очень хорошо это понимаем. А из остатков сделает Бога. Из стукана, чтобы пред ним простираться, и падет пред ним с мольбой. Спаси меня, ведь ты мой Бог. Не знают они, не понимают. Ослепли глаза, их не видят. Оглохли сердца, не разумеют. Такой никак не возьмет в толп, не поймет и не догадается сказать. Если из половины я развел костер, на углях испек хлеб, зажарил мясо и съел. Зачем же из остатка делать гадость? К чему мне кланятся деревяшки? Наверное, самая пронзительная и поразительная сатира во всем Ветхом Завете. Но насколько ясно и внятно сказано, зачем человеку поклоняться тому, что могло стать топливом для его костра? Такой человек пытается пылью, сбивает его с толку обманутое сердце, не спасет себя, не скажет, что держу в руке, не обман ли? Помни же об этом, Иаков. Израиль, ведь ты мой слуга, я создал тебя в себе слуги. Израиль, я тебя не забуду. Смотрите, полемика с идолопоклонством. Вавилон, еще раз напомню, центр этого идолопоклонства и место, где огромное количество этих красивых идолов. И о чем он говорит? По сути дела, только об одном. Человек делает себе Бога или Бог делает себе человека? Если человек делает себе Бога из этой самой деревяшки, то ничем этот Бог ему не поможет. Если Бог делает себе человека, он заботится о том, чтобы этот человек жил. И жил так, как хочет этого Бога. Вот, собственно, и вся разница. А все остальное, детали, подробности, малозначительные и ничего не меняющие. И, конечно, очень хорошо об этом подумать. Сегодня, когда, казалось бы, язычество не очень распространено, оно вытесать себе идола, не обязательно из деревяшки, может быть, из каких-то идей, может быть, из каких-то представлений, практик. Очень и очень просто. Помни же об этом Иаков. Израиль, ведь ты мой слуга. Я создал тебя себе в слуге. Израиль, я тебя не забуду. Я прогнал, словно тучу, преступления твои, развеял, как туман твои грехи. Так вернись ко мне, я тебя искупил. То есть, ты был рабом, я сделал тебя свободным, ты теперь мой слуга. Воскликните небеса, Господь творит. Ликуйте земные низины, радостный крик издайте горы. Леса и каждое дерево в них Господь искупил. Иакова прославился в Израиле. Вот с этого призыва к небу и земле начинается книга Исаии, первая глава. И там этот призыв, он обличение. Он говорит о том, как Израиль ведет себя недостойно, и небо и земля выступают словно свидетелями этого спора Господа со своим народом. А здесь они свидетели триумфа. Так говорит Господь, искупивший тебя от чрева матери создавший. От чрева матери, то есть каждого человека с рождения, но и этот народ с его момента возникновения как народа. «Я Господь, Творец всего. Я один развернул небеса и распростер землю. Я обнажаю ложь лжепророков. Я оставляю гадателей в дураках, обращаю вспять мудрецов, и знания их делаю безумием». Ну, это понятно, что уже много раз прозвучало. И вновь появляется наша загадочная фигура. «Я утверждаю слово отрока моего, исполняю сказанное вестниками его. Я говорю, что Иерусалим будет населен, города иудеи отстроены, развалены, восстановлены». До сих пор скорее отрок утверждал слово Бога. А здесь Господь утверждает слово отрока. Это кто же такой? Мы говорили о том, читая предыдущие главы, что отрок очень похож на народ Израиля. Вот ребенок Бога, тот, кого Бог родил или воспитал. Вообще-то и родил, и воспитал. Другой вариант отрока – это может быть завоеватель, который разрушает Вавилон, царь Кир. А здесь отрока – это тот, кто скорее говорит некое слово, и Господь подтверждает его. Очень странно. Такое ощущение, что это слово отрока обозначает здесь очень разные силы. Вот некоего человека или коллективное множество людей, которое притворяет волю Бога в жизнь. А точнее сказать, даже трудно. Но мы еще и еще встретимся с этим, поэтому загадку отрока мы еще будем разгадывать. Я говорю, что Иерусалим будет населен, города иудеи отстроены, развалины восстановлены. Ну, так оно и произошло. Что тут еще комментировать? Я прикажу бездне моря, и она пересохнет реком, и они иссякнут. Я Кира зову моим пастухом, а он исполнит мою волю. Когда скажет об Иерусалиме, отстройте, о храме заложите. Кир, персидский царь, Кир Второй Великий, взял Вавилон, потом, после этого, вскоре позволил иудеям вернуться на родину. И вот он, мой пастух, исполняет мою волю. Так его слово, это не вообще какое-то слово, всякое слово, которое произнесет Кир Второй Великий, но когда он скажет об Иерусалиме, отстройте, о храме заложите, Господь исполнит это его слово, потому что на самом деле Кир проводник его воли, пастух, который пасет народы, в частности, народ Израиля, от имени Бога. Ага. С одроком разобрались? Не до конца. Мы еще к этому вернемся. Продолжение следует. Продолжение следует...